Одна из главных тем встречи – решение квартирного вопроса ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году в разы выросло количество квартир, в которых при поддержке городского бюджета провели ремонт. Всего 803 адреса. Кроме ремонта предоставляется и новое жилье. То количество жилья, которое приобреталось ранее, оно не в полной мере отвечает запросам к гаражам. Но я могу вам сказать, что по этому году мы практически закрываем очередь по ветеранам. Мы получили деньги на обеспечение жильем 32 ветеранов. Сейчас эта задача выполнена. Мы постарались сделать к 9 мая подарки такие людям, которые защитили нашу Родину. У нас осталось в очереди 12 человек. И мы надеемся, что до конца этого года по линии областного бюджета мы такие деньги получим. Квартиры в этом году получили 70 молодых семей и 127 детей-сирот. Также на встрече обсудили создание в Самаре безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие шаги в этом направлении уже сделаны. Но еще есть над чем работать. Мы видим, что социализация идет этой категории людей. Они все больше хотят быть в обществе востребованы. И очень важно, что если будет, скажем так, хорошая и дорога, и, возможно, безбарьерная среда, которая им позволит социализация в обществе и по рабочим местам, и самое главное – передвижение. Потому что я знаю, что и низкопольные вы закупили автобусы, и у нас сейчас низкопольные есть трамваи. Поэтому, наверное, Олег Борисович, вот эта безбарьерная среда тоже очень важна, как власти здесь смотрят в муниципалитете. Конечно же, для этой категории людей должны быть элементы, которые снижают риски, в том числе передвижение по городу. Здесь очень много делается. Стандарты, которые задал губернатор, они воплощаются в жизнь. Мы видим, что при ремонте тротуаров тактильная плитка устанавливается везде. Звуковые сигналы на переходах оборудуются. Марина Седухина также обратилась к главе города с просьбой рассмотреть возможность организации в детских садах инклюзивных групп для детей, больных аутизмом. Сейчас в Самаре только один детский сад занимается социализацией особенных детей. Олег Фурсов идею поддержал и подчеркнул, что этим темам будет уделено особое внимание при формировании бюджета на следующий год. Лариса Шалафаст, События.